Абхазская сказка Судья и дочь бедняка Жил когда-то один очень бедный крестьянин И был у него только один единственный бык Каждый год во время пахоты Крестьянину приходилось нанимать второго быка у соседа богача Как-то раз весной Бедняк вспахал свое маленькое поле И после работы отвел быка к хозяину Через месяц этот бык захворал и издох Богач обвинил бедного крестьянина, что тот заморил его быка И потребовал, чтобы ему был возмещен убыток Бедняк наотрез отказался Тогда богач обратился в суд Судья выслушал их и разрешил спор в пользу бедняка Но богач стал настаивать на своем Тогда судья сказал ему Если вы требуете, чтобы дело было разрешено сейчас Ответьте мне на три моих вопроса Что быстрее всего, что жирнее всего, что слаще всего Тот, кто правильно ответит на эти вопросы, будет считаться правым Бедняк и богач сразу не смогли ответить на эти вопросы Тогда судья сказал им Я отложу ваше дело на два дня Ступайте и приходите ко мне с ответами Бедняк пришел домой Угромо сел у очага и стал жаловаться дочери По всему видно, что судья хочет, чтобы я принес ему самое жирное, самое сладкое, самое быстрое Как мне быть? На какие деньги я все это куплю? Ведь у меня нет ни гроша Дочь выслушала и сказала Не волнуйся и не огорчайся, отец Судье нужны не дары, а правильные ответы на его вопросы А вопросы эти не такие уж мудреные Когда настал срок идти к судье, дочь сказала отцу Скажи судье, что всего быстрее эта мысль Всего живнее земля А слаще всего сон Стал собираться к судье и богач Взял он лучшего своего коня с какуна Откормленную слинью И большой бурдюк меда Явился к судье и стал похваляться Вот то, о чем ты думал Моя свинья самая жирная Сало на ней толстое Быстрее моего коня не сыщешь во всей округе А в бурдюке у меня самый сладкий мед Видишь, как твой сосед ответил на мои вопросы Скажи, что ты надумал Говорит судья бедняку Я думаю, что быстрее всего на свете эта мысль Всего жирнее земля А слаще всего сон Сказал бедняк Кто же тебе это подсказал Ведь ты молчал, когда я в первый раз задавал эти вопросы Спросил судья Дочь научила, ответил бедняк Умница она у тебя, сказал судья Приведи ее ко мне Богачу же судья сказал На мои вопросы ты не смог ответить Забирай свое имущество и вступай домой А подарков от тех, кто приходит ко мне на суд Я не принимаю На другой день бедняк пришел с дочерью к судье Девушка очень ему понравилась И он вскоре женился на ней Однажды судье пришлось уехать по делу на несколько дней Перед отъездом он сказал жене В мое отсутствие делай, что хочешь Только не вздумай судить людей И давать какие-нибудь советы спорщикам Если нарушишь эту мою просьбу Нам не жить вместе Вскоре после отъезда судьи к нему домой пришли двое проезжих Всадник и владелец орбы У них вышел спор вот по какому поводу Всадник ехал на жеребой кобыли Ночью она ожеребилась И жеребенок как-то оказался под орбой Утром всадник хотел сдать жеребенка Но владелец орбы стал доказывать Раз же ребенок лежит под моей орбой Значит и родился он от этой орбы Чтобы разрешить спор Всадник и владелец орбы отправились в судья Узнав, что судья в отъезде Они стали добиваться, чтобы вышла к ним жена судьи И разрешила их спор Женщина выслушала их у крыльца и ушла в дом Прошло много времени, пока она к ним вышла Жалобщики стали упрекать ее за то, что она заставила их так долго ждать На это она им ответила Я задержалась вот почему Здесь недалеко протекает ручеек Он только что загорелся Я тушила пожар, бросая в огонь сухие листья Жалобщики удивились и сказали Пожар тушат водой, а не листьями Да и как это может загореться вода Вот вы оба знаете, что вода не горит А не знаете, что орбания может родить ребенка Так разрешила на спор И жалобщики ушли от нее Скоро судья вернулся домой И узнал, что жена нарушила его наказ И решил развести с ней Возьми все, что тебе нужно И покинь мой дом, сказал он Хорошо, я согласна Но перед тем, как расстаться Я хочу вместе с тобой пообедать Ответила жена и стала накрывать на стол За обедом она напоила мужа вином А когда он крепко заснул Уложила его в орбу и поехала к дому своего отца По дороге судья проснулся и с удивлением спросил жену Куда ты меня везешь? Ты разрешил мне взять с собой все, что я пожелаю Вот я и взяла тебя и везу к себе Ведь ты для меня всего дороже Ответила жена Слова жены растрогали судью Они вместе вернулись домой И с того времени судья всегда советовал со своей умной женой Когда ему нужно было разрешить какие-нибудь спорные дела Субтитры сделал DimaTorzok